Какая красота! Журнал мод 627. Интересно, сколько еще проектов мне хотелось бы связать из этого журнала. Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, начинается новый проект. Я уже его начала. Вчера я поделилась этим событием с вами во вкладке в сообществе. И судя по вашим классам под этим постом, я поняла, что это тоже будет один из любимых проектов. Итак, мои хорошие, конечно же, я завершу проект Мираж. Это тоже очень красивый проект. Но вот этот проект я назову Релакс. Итак, мои хорошие, напомню, что спонсором этого проекта замечательный магазин Кудель, который предоставил ниточки опал. И так получилось, что в этом проекте сойдутся два спонсора. Махеровые ниточки от Альпина. Это спонсор магазин Леонардо. Вот так вот бывает. Итак, мои хорошие, посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту модель. Как-то в каком-то сообщении, наверное, под видео, когда мы только-только рассматривали этот журнал, напомню, журнал МОД 627, вы мне написали, что хотели бы связать вот эту накидку в ангарский дизайн пальто без рукавов. Ну хорошо, пусть будет это пальто без рукавов. И там был такой комментарий, что Светлана Волкодав живет в Крыму и там уместны такие модели. Мои хорошие, я просто вам рекомендую связать эту модель именно без рукавов. Сейчас объясню, почему. Это будет универсальная модель и в пир, и в мир, и в любое время года. Под эту модель легко одевается водолазка, как вот в этом случае. Ее тоже можно связать из тонкого кашемира, допустим, ничего там не придумывая, просто лицевая гладь или какая-то резиночка один на один из тоненького кашемира. Одеваем под это пальто без рукавов и у вас уже получается пальто с рукавами. Если на улице тепло, допустим, теплая весна, вот особенно вот такие межсезонья, когда переход из тепла в холод или наоборот, эта модель будет как нельзя лучше у местной. Поэтому просто шик вяжется на раз-два. Я назову свое пальто без рукавов релакс, потому что это действительно релакс. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь, в этом журнале представлено пальто в двух цветах и я даже не знаю какой цвет мне больше нравится. Света так умеет красиво комбинировать, сочетать цвета, что просто глаз разбегается, душа радуется. Честно говоря, я даже не знаю, что мне нравится больше и я не знаю, как я буду, как я буду оформлять свое пальто без рукавов. Я имею ввиду, как я буду вязать то, что основное полотно понятно, это ниточки опал, а я не знаю, вот эту вот обвязку, какой мне ее сделать. Если рассмотреть фото, что одно, что второе, я имею ввиду вот эти вот две модели и вот эту голубую и вот эту смешанную модель, даже не знаю, какой здесь цвет, здесь есть и терракот, здесь есть и фуксия, в общем смешанный цвет, то если обратить внимание, что фокусом, так скажем, гвоздем этой модели, это является вот эта обвязка, то есть вот эта вот линия обвязка здесь идет крючком. Так вот, я не знаю, какой ниточкой я буду обвязывать, куда мне уйти, либо в яркость, либо в приглушенность. Но вот в двух моделях, и здесь, и здесь, здесь вот эта ниточка является как контуром, подчеркнутостью, да, я говорю, гвоздем парада. И у меня нет такой контрастной ниточки, даже не знаю, что мне делать. Вот если в первой модели здесь желтый цвет, и он присутствует в полотне, вот если присмотреться, видите, вот в полотне, вот здесь присутствует желтый и желтый цвет в обвязке, то во второй модели здесь контраст, я здесь не вижу желтого цвета, хотя нет, как-то проскакивает, ну совсем чуть-чуть, можно сказать, практически нет. И опять обвязка контрастом, да. Если посмотреть на мое полотно, видите, как красиво ложится рисунок. Это носочная пряжа. Я очень благодарна спонсору магазина Кудель и спонсору магазина Леонардо за предоставленные ниточки. Первый раз я использую вот эту носочную пряжу. Посмотрите, как красиво ложится рисунок. Я связала образец, меньше, конечно, вот здесь он вот так вот смотрится, да, то есть линии, вот эти полоски получаются шире. Естественно, когда вы увеличиваете петли, эти полоски становятся уже, но от этого не хуже становится рисунок. Мне писали комментарии, что я хотела вообще платье вязать, что этот принт, он потеряется в больших объемах, так скажем. Вы знаете, мне даже нравится, мне даже нравится, что он потерялся в больших объемах. Конечно, пряжа создана для носков, допустим, на 40 петель и тогда рисунок смотрится по-другому. Но меня вот эта размытость очень-очень радует. Я, честно говоря, именно так и хотела. Ну, как говорится, мысли наши материальные, что хотела, то и получила. И вот в составе, я имею ввиду, смешивая вот этот махер, он тоже, конечно же, приглушает вот эту яркость, если посмотреть в моточек, да. Но мне это нравится. Во-первых, это очень-очень классно, ну вот тактильно, да. Во-вторых, это добавляет тепла и вообще в этом сезоне очень популярный махер. Я смотрела несколько обзоров, вот что модно, какая пряжа, какие модели. И хочу сказать, мы с вами попали просто в точку. Очень модный жаккард, очень модная как тоненькая пряжа, так и пряжа буклированная, пайетки и модный вот стиль боха, то есть объем, в который можно спрятать свой объем. Вот такой парадокс. То есть, полным тучным женщинам пойдут вот эти вот модные объемные модели, то есть стиль боха. Я очень-очень этому рада, потому что наши объемы мы спрячем в модных объемах, объемных моделях. Так что и модный красный цвет, розовый цвет, в общем все яркие цвета. То есть яркость, объем и вы просто будете на высоте. Короче, мы сейчас с вами идем в ногу со временем. И еще такой подарок от Светланы Волкодав, я имею ввиду и джемпер мираж и вот эта модель, которая вяжется очень легко. То есть я вот почему назвала это пальто релакс, потому что навязываются вот эти квадраты, они потом делается обвязка крючком и соединяются между собой. Во-первых, это вяжется на прямых спицах, мне очень нравится. Кстати, рекомендую вам вот заказать с Алиэкспресс вот этот набор спиц, где 18 размером, очень классные. Я вчера попробовала вязать на носочных спицах, металлических, тоже с Алиэкспресс и, честно говоря, намочилась. Ну, просто решила попробовать, что лучше. Очень скользко, потому что махеровая ниточка, она скользкая. И вот, перейдя на вот эти бамбуковые спицы, просто класс. Кстати, производитель опал рекомендует спицы два с половиной, я вяжу на тройке, потому что я добавила ниточку махера, увеличила толщину нити. И мне вот очень нравится. Вот этот образец я постирала. Действительно, девочки, пряжа шикарная. Она вообще никак не изменилась в размерах. То есть, я измерила вот этот квадрат до стирки и после стирки. И все осталось абсолютно одинаковый. Пол сантиметра у меня вот здесь вот в ширину 18 с половиной стала. Вот здесь было 18. Длина 14. Как была, так и осталось. То есть, я так предполагаю, что эту пряжу можно стирать в машине. Конечно же, в составе с махером это исключено. Но если вы будете вязать чисто из этой пряжи, ее смело можно стирать в машине и ничего ей не будет. И даже сушат в машине. Вот девочки мне писали. Посмотрите, какой пушок. Смотрите, какая прелесть, а. Ой, машинка там у меня запищала, отстирала. Сейчас пойду выключу. Еще вот по поводу Алиэкспресс. Ирочка Маркелова как-то заказала там, я смотрела ее влог, что она теперь не пользуется этим сайтом, потому что не пришли какие-то товары. Ира, это исключение. Не бойтесь. Мне недавно на днях пришел пакет. Я заказывала вот эти заглушки для спиц металлические. Ой, металлические, господи, резиновые. Они шли мне пять месяцев. Я уже про них забыла. Это вот единственный случай. И то все-таки товар пришел. Так что, Ира, я думаю, что твои микрофоны к тебе еще придут. Это что по поводу сайта Алиэкспресс. Так, а что теперь еще хотела по поводу вот этой модели. Значит, смотрите, мои хорошие. Я думаю, что мне ниточек 600 грамм вот этого опала от магазина Кудель. Кстати, сходите в магазин Кудель. Вот этой нитки там просто тьма, тьмущая. Там такой выбор. И есть с принтом, и есть однотонный опал. Вот как раз для таких случаев, когда хочется сделать окантовку. Я об этом не подумала. Могла бы заказать сразу хотя бы моточек какой-то однотонной ниточки для обвязки. Но все же потом приходит. Да, я тогда, честно говоря, не знала, что... Во-первых, я вживую не видела эту ниточку, и я не знала, что из нее вязать. Но я нашла выход. Девочки, я нашла выход. Если посмотреть на этот образец, то вы видите, вот здесь вот белая ниточка. Это Ализе Лана Голд Файн. Если посмотреть, то эта ниточка очень похожа вот с этой ниточкой и по составу, и по метражу. А здесь 49 процентов шерсть, остальное акрил. То есть 51 процент получается. Здесь акрила поменьше, но тем не менее. Вот по ощущениям они очень похожи. И метраж здесь смотрите. Здесь 425 метров. Здесь в 100 граммах 390 метров. И понимая то, что мне не хватит вот этого опала для вот этого удлиненного пальто, кстати, очень модно сейчас. Крайность. Две крайности. Либо мини, либо макси. Ушла пока в сторону средняя длина. Вот это миди. Либо мини, либо макси. Ну, я, конечно, выбираю макси. И это очень модная тенденция. Удлиненные кардиганы, длинное пальто. В общем, будем идти в ногу со временем. Итак, вот эта ниточка белого цвета, она здесь с махером от Дропс. Вот вы видите. Видите, она стала немножко приглушенной, такой молочной. Это я смешала. Вот эту Лана Голд. Ой, Лана... Да. Господи, Ализе Лана Голд Файн. И вот получилось, видите, вот такой приглушенный цвет. Он мне, в принципе, здесь и нужен. Потому что он проскакивает вот в этом принте. И с вот этим кид мохером от Дропс просто шик. А вот это... Ну, как же красиво мохер вообще. Кстати, очень модный мохер. Тоже в этом сезоне, если по ниточкам. А здесь вот этот мохер. То есть от Альпины. Сейчас скажу артикул. Это спонсор Леонардо. Двадцать первый. Кстати, я перемотала все вот эти ниточки Альпина. Их у меня три моточка было. Уже на горьком опыте с оттенком вот сиреневым 0,5, который я перемотала. И в этих клубочках все было хорошо. Скорее всего, это было какое-то исключение из правил. Так что мохер Альпина тоже можно покупать. Он очень мягкий, не колется. И вот здесь он соединен с вот этим опалом. А белую ниточку я соединила вот с этим мохером. И получила вот такой красивый молочный оттенок. Обвязка здесь крючком и здесь нет мохера. Вот так вот смотрится. Видите, сразу ярко белый получился. Вот. Ну, я не знаю. Мне кажется, я буду добавлять мохер везде. И на обвязку тоже. И теперь хочу с вами посоветоваться. Посмотрите, какой у меня клондайк. Очень вот этот цвет сюда подходит для обвязки. Камера не очень передает, но вот это очень похоже на вот этот оттенок лед. Если в два сложения, это шелковый блеск. Сюда также подойдет шелковый блеск черного цвета, поскольку здесь есть нотки черного. Подойдет серый цвет и подойдет голубой. Представляете, в каком я сейчас нахожусь? Я нахожусь на распутье. Очень надеюсь на ваши комментарии, что вам нравится больше. Какой сделать обвязку? Либо уйти в приглушенность, либо выделить, как вот советует нам автор Светлана Волкодав. Но я все-таки склоняюсь к яркости. Либо, скорее всего, голубой оставлю в два сложения, шелковый блеск. Либо оставлю все-таки вот так, как на образце белый. Пока не решила. Но, опять же, белый с вот этим махером. То есть он у меня получится такого молочного. Простите, все никак не выздоровлю. Молочного цвета. Так что, вот моя хорошая красота, красивенная у нас уже наметилась. Мастер-класс по этому проекту я, конечно, буду делать. Но здесь очень легкий мастер-класс. Я сейчас даже вам скажу по количеству петель. И те, кто не вяжет Мираж или вообще те, кому понравилась эта модель, можете смело приступать. Значит, я в недоумении от расхода пряжи, о котором говорит журнал мод. Вот здесь вот написано. Я сейчас просто возьму к лицу и прочитаю вам, что вот здесь написано. Чтобы в камеру мне там не корячиться. Хотя, может быть, вот сейчас солнышко вышло. Может быть, я увижу. И вы прочитаете заодно. Итак, вам потребуется Махер фэшн секционного крошения. Метраж 200 метров на 100 грамм. 700 грамм. Считаем. 700 грамм Махера. Это нам говорит журнал. Дальше. Накопыльная роза. 49% шерсть, 51 акрил. Кстати, очень похоже на вот этот состав. Не похоже, а точно. Так что здесь мы даже в состав попадаем ниточки практически этого пальто. Итак, читаем. Значит, пыльная роза. 49,51 акрил. 210 метров на 100 грамм. Но у меня будет метраж больше. 700 грамм. То есть, считаем второй ниточки еще 700 грамм. Это килограмм 400 грамм получается. Дальше. Новозеландская пряжа из Троицка. 100% шерсть. 350 грамм. Метраж 250 метров на 100 грамм. То есть, что получается? Кило 400 и 350. Кило 750. И ангора цвет табак. Так, цветные нити для спиралей. Не поняла. Вот что за ангора цвет табак. 500 метров на 100 грамм. Цветные нити для спирали. Спицы 6 миллиметров. И 3 миллиметра крючок для обвязки. И крючок 5 и 4 миллиметра. Девочки, я вся в раздумьях. То есть, то, что написано, мы уже насчитали 1,7 кг. Неужели это пальто весит 1,7 кг? Я вся в догадках, если честно. Ну и вот, смотрите. Вот такая выкройка. Здесь 36 сантиметров на 36 квадрат. И 22 сантиметра на 36. Вот фиксируйте себе, те, кто умеет вязать. Ну и здесь потом вот для горловины сделать. И подрезы для рукавов. Так скажем, мнимых рукавов. Ну тут понятно, что спущенный рукав будет. По модели это видно. Вот такая раскладка. Посмотрите, какая прелесть. То есть, квадрат 36 на 36. И прямоугольник 22 на 36. Вот фиксируем. И приступаем вязать. Ну, мастер-класс я покажу, когда навяжу вот эти вот квадраты. И покажу, как я их буду обвязывать и соединять. Вот, в принципе, и все. И весь мастер-класс по этой модели. Ну, а сумочку это уже связать проще простого. До нее еще нужно дойти. Как вот эти вот сделать, видите, ниточки. Как провести, да, вот по полотну. Это тоже я покажу. Но я не уверена, что я это буду делать в своей работе. Почему? Потому что у меня полотно намного тоньше. У меня спицы тройка, а там четыре. Понимаете, да? То есть, там такое пальто-пальто. У меня будет облегченный вариант. И я не знаю, как я здесь продену. Вот, хотя, наверное, можно. Ну, до этого дойдем, мои хорошие. Если не получится, если я не буду делать, продевать вот эту ниточку сквозь вот эти вот изнаночные петли, да, я вам покажу, как это делается. Вот. И не знаю, буду ли я вот этот декор делать. Возможно, нет. Так что вяжем. Да, у меня я набрала вот в таком раскладе, с таким составом ниточки, то есть альпина из Леонардо цвет 21 и опал из кудели. Цвет уже не помню, посмотрите. То, у меня получилось 71 петля вот здесь. И я попала вот в этот размер. У меня ширина 36 сантиметров. Вверх, конечно же, довяжу тоже 36 сантиметров. Сейчас я вяжу, естественно, квадрат. Так что, кому понравился проект, пожалуйста, присоединяйтесь. Он будет очень красивым, очень стильным и очень-очень универсальным. К тому же еще в этом пальто оно получается двустороннее. Вы можете носить его и там, где лицевая гладь. Кстати, мне очень нравится вот здесь лицевая гладь. И можете носить вот на картинках и на одной, и на второй лицо здесь изнанка. И здесь вот эта вот змейка с этими бубенчиками. И здесь вот этот декоративный элемент нашит, который потом. Кстати, очень модная тенденция без пуговиц на всяких завязках. Я говорю, Света Волкодава, она попадает в моду на несколько лет вперед. Вот этот джемпер, кстати, Мираж. Он же вышел у нее, наверное, больше года назад. И как она чутко попала. Опять очень модная тенденция асимметрии. Очень модные косы опять возвращаются к нам. Яркие цвета и цвет боха, то есть объем. Все есть в этой модели. Все, что я перечислила. А свитер, джемпер, она создала эту красоту больше года назад. Представляете, как человек тонко чувствует моду и четко в нее попадает. Ну, вообще, об этом я даже не говорю. Здесь тоже стопроцентное попадание. И эти модели уже, наверное, мне кажется, даже больше двух лет. И еще, какая прелесть. Какая прелесть. Девочки, как же хочется вот это довязать вам, продемонстрировать. Вы не представляете, как красиво это сидит. Я вот сейчас уже сшила полотно, рукав сшила. Кстати, связала косу. Сейчас, секунду, подождите, покажу вам. Вчера связала и еще постирала. Она у меня сохнет. Вот, вот эти вот заглушки. Ирочка, если ты меня смотришь, они шли ко мне пять месяцев с Алиэкспресс. Но они пришли. Вот. Вот она коса. Я ее вязала на троечке. Это те, кто вяжет со мной мираж. Небольшое такое отступление. Вот я вчера связала косу эту и постирала. И немножко довязать придется. Чуть-чуть не попала в размер. Коса это потом вот. Вот она здесь. Где она там? Господи. Вот. Она будет пришиваться. Нет, вот она. Камеру не вижу на этом рукаве. Вот сейчас она у меня сохнет. Так, немножко сумбур в конце видео. Но так хочется вам рассказать. Во-первых, и журнал шикарен, 627 номер. Вот ушла я от мысли. Я еще хочу. И здесь очень много моделей Светланы Валкодав. Я бы еще связала. Вот начало видео было о том, чтобы я еще связала. Сейчас я вам покажу еще, какую я очень хочу связать моделью Светланы Валкодав. Вот это пальто, очень хочу. Но здесь жаккард, здесь сложно. И вот этот вот жакетик очень хочу. Здесь он в описании. Ой, и это пальто я хочу. Короче, этот журнал, девочки, кому нравится творчество Светланы Валкодав, пожалуйста, купите этот журнал. Здесь столько хороших, причем хорошее описание. Вот, вот этот жакетик. Модные вот эти вот сейчас аксессуары. Большие пуговицы, всякие браслеты. Я говорю, Света попадает. Просто вот этот жакет, ему тоже уже, по-моему, больше двух лет. Посмотрите, как он сейчас популярен. И как он в моде. Вот еще по поводу шарфов. К этому пальто, вот я об универсальности, можно связать шарф, шапку, митонки, теплую водолазку. И у вас получится сразу универсальная модель. То есть вы можете по погоде одевать. Либо утепляться, либо наоборот раздеваться. Так что только без рукавов давно хотела такую модель. И вот, видимо, пришло время. Как же я рада, что я съездила в журнал МОД, забирая свой кардиган Восток. И мне вручили вот этот журнал. Просто прелесть. Все, девочки, побегу вязать. Труба зовет. Нужно теперь торопиться. Не знаю, за что хвататься. Сейчас пойду начну вязать перед с косами для джемпера Мираж. А это пока отложу. Но это просто релакс. Просто релакс. Так что, спонсоры, я вас обожаю. Магазин Кудель. Магазин Леонардо. Не забывайте. Заходите. Да, кстати, еще, девочки, чуть-чуть. Сегодня мне написала подписчица, что она была в Леонардо и не нашла там ниточек шелковый блеск. Мои хорошие, пожалуйста, прежде чем ехать на сайте, если вы нашли и видите, что ниточки шелковый блеск на сайте якобы есть, позвоните туда, попросите отложить там, сколько вы моточков хотите купить. И только потом нужно ехать в магазин. Потому что иногда информация разнится. То есть, на сайте смотрите есть, приезжаете нет. И, конечно же, жалко потраченного времени. Но из любой ситуации нужно находить положительные моменты. Поехали, подвигались, зарядились положительной энергетикой. Значит, это для чего-то нужно было. Возможно, в дороге вы не пропустили важный момент в вашей жизни. Подходим ко всем ситуациям, только положительные, только философские. Ну, все, мои хорошие, я буду с вами на этой ноте прощаться. Всех вас люблю. Посмотрите, какая солнечная погода сейчас у нас на улице. Но нужно вязать, нужно гулять и нужно все-все успевать. Все обняла. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok